Привет! Эээ, Требуар! Ну, Звёздного Капитана вышел новый видос, называется Жуткие истории Дзюнзи Ита Чёрная пятница И мы, кстати, уже давненько не смотрели Дзюнзи Ита у Звёздного Капитана Потому что под предыдущей реакцией именно На эту тематику собралось как-то маловато Просмотров, видимо, она не очень Интересна, поэтому ещё раз, друзья, давайте Если под этим видосом соберётся 10 тысяч просмотров, посмотрим какой-нибудь ещё Ролик, связанный с Дзюнзи Ита с канала Звёздного Капитана, но теперь давайте глянем Вот это, уверен, будет офигенно, как обычно Погнали! В данном видео я расскажу вам про рассказ Дзюнзи Ита Под названием Чёрная птица Если вы вдруг собираете мангу На русском языке, то скажите, пожалуйста Издано ли у нас Вот это вот произведение? Хочется узнать Небольшое пояснение Кто давно меня смотрит, знают, что я уже делал ролики По манге Дзюнзи Ито В тех видео я делал компиляции То есть за раз рассказывал по несколько историй В сокращённом виде Меня очень долго одолевали сомнения, что возможно Я поступил неправильно И каждый рассказ следовало изначально оформлять отдельно Ну, в принципе, мне тоже кажется так более логичным Что можно было бы каждый рассказ отдельно Ну, либо с... Как это называется? Компилировать только по персонажам Как, например, Суэти, да? Либо каждый рассказ вообще отдельно Так, мне кажется, гораздо будет круче Делай его более детальным Так зритель мог бы сосредоточиться на конкретном произведении Не запутаться и получить больше информации Само собой, каждому такому рассказу Я буду писать новый сценарий Делать новую озвучку и монтаж Напишите, что вы думаете по этому поводу Я, на самом деле, всеми руками за эту идею Я всеми руками за за эту идею Давай ролики на каждый на каждый рассказик Это интересненько Вот эта баба меня прям пипец пугает Я читал только одну книжку Один том по Дзюнзииду Суэти Она прям мега жутко нарисована Но что-то как-то, если честно, мне не очень сама манга понравилась Ну, как-то, я не знаю, я ожидал чего-то более такого интересного А там мерзкие лица А сюжет как-то пока что мне не зашел Может быть, это просто такой именно том И есть гораздо круче Можете посоветовать мне, кстати Было бы, кстати, прикольно Если бы Звездный Капитан подгадал И выпустил этот видос в пятницу 13 История начинается с... Либо в черную пятницу Ну, типа, до Нового года, да, которая проходит И еще вставил бы рекламу Летти Шопса какого-нибудь Мужчина по имени Кумы Он занимался изучением птиц Однажды, находясь... Орнитолог С лесу неподалеку от горы Широганы Он был окликнут незнакомцем, лежащим на земле Помогите! Его звали Широ Моригучи По его словам, во время своего путешествия Он потерял равновесие Оступился и повредил ногу Широ не мог пошевелиться и лежал... Он упал, по-моему, в траву И как можно так вот ногу сломать, странно? Ладно, окей Он был долгое время, ожидая помощи Шокированный Кумы тут же вызвал спасателей Раненый был доставлен в больницу Врачи осмотрели Широ и выяснили, что у него было серьезное повреждение ноги Треснула кость, но, что странно, сейчас с конечностью все было в порядке Не понял, было повреждение ноги? Но сейчас все в порядке Это как? Это... Пока он лежал, она вся зажила Что-то не встал, если у тебя все нормально уже? Э! Че притворяешься, ленивая жопа? Складывалось впечатление, что травма была получена довольно давно Чуть позже к Широ пришел инспектор из службы спасения, чтобы задать ему несколько вопросов Оказалось, что мужчина, перед тем, как отправиться гулять к горе Широганы Заполнил обязательную форму, как того требовал протокол И было это месяц назад А, месяц? Я почему-то так подумал Видимо, это было давно, там, несколько лет назад, а это всего лишь месяц Ладно, окей, значит, месяц назад он сломал ногу И месяц он лежал на одном месте и кричит А, помогите, помогите! И че, никто не проходил? Фига Инспектор поинтересовался, как господин Моригучи смог выжить Ведь вряд ли у него было достаточное количество еды В ответ Широ заявил, что он просто потреблял пищу своего рюкзака крайне медленно Да Заходившийся тут же врач заметил, что при столь мизерном запасе питания Состояние здоровья спасенного было очень даже хорошим Вообще, на самом деле, типа, ну сломал ты ногу, окей Ты мог ползти на руках Чел, ты месяц пролежал на одном месте Это какая-то фигня Ну ладно, этот дзюнзи, это у него все, все странное Инспектор начал спрашивать про родных Широ, которым можно было бы сообщить о его положении Но оказалось, что у него никого не было Врач рассказал, что так как Костя после травмы срослись неправильно То завтра у Широ будет необходимая корректирующая операция Кома навестил спасенного и мужчину на следующий день Он рассказал ему, что все газеты трубят о невероятном случае, который произошел с Моригучи в лесу Он стал знаменит Но Широ все это не особо трогало Более того, он был весь бледный, его потрясывало Почему? Так, что же с ним случилось? Видимо, он встретил какого-то монстра в лесу, да? Кома поинтересовался, в чем дело, а в ответ Широ стал умолять его остаться с ним в одной палате на ночь Перед сном они долго разговаривали Выяснилось, что спасенного в раннем возрасте отдали в приют, и своих родителей он не знал Посреди ночи Кома проснулся от странного булькающего звука Так, сейчас нам покажут что-то очень страшное Протерев глаза, он пришел в ужас Верхом на Широ сидела крупная женщина Ооо, здравствуйте! Куловничка начинается И прикасалась своими губами к губам мужчины Прикасалась, это называется целовала Или высасывала там еще в видеом, не знаю Кома окликнула ее незнакомца с улыбкой на лице Ладно, я пошла Встала и вышла из палаты А Широ же выплюнула из своего рта кусок сырого мяса Его пробрал холодный пот А, это она типа его кормила Что-то по-моему я слышал про это Про этот рассказ, нет? Он стал рассказывать, что эта странная женщина приходила и раньше Постоянно кормя его плотью Началось все через неделю после того, как Широ упал в лесу и повредил ногу Еда у него закончилась, а боль в конечности была нестерпимой И вот тогда-то и появилась та странная незнакомка Широ умолял ее вызвать спасателей Но вместо этого она села возле него, громко что-то пережевывая Какая мерзость После этого она припала к губам раненого и пропихнула в его рот сырое мясо, которое так усиленно жевало Для оголодавшего Ну я не знаю, ты пили мешки, мы хотя бы, сделала я Кфу, как-нет Широ даже такая пища была сродни райским деликатесам Да и выбора у него особого не было Ну выбора конечно не было, да, но это серно мега противно На следующий день, когда мужчина опять стал испытывать голод, женщина появилась вновь Привет, я тут тебе новую порцию мяса пережевала хочешь? А? На этот раз она напоила его чем то теплым Фу, кровью что ли? Судя по вкусу, это была кровь. Такие жуткие процедуры стали повторяться каждый день. И он стал в конечном итоге каннибалом. И вроде как закончились после спасения Шира. Он был даже благодарен таинственной незнакомке. Ведь она его, можно сказать, спасла. Однако, то, что женщина продолжила кормить мужчину даже после его спасения, начало его не на шутку тревожить. Да меня как бы это начало бы тревожить с самого начала, как я только увидел бы эту большую женщину с огромными губами, которая прожевывает мясо и пытается меня им накормить. Фу, что за ворона? И даже пугать. Кроме того, если раньше такая жуткая пища была приятной на вкус, то теперь она вызывала отвращение. Более того, что-то внутри Шира говорил ему, что ему не следовало вообще есть такое мясо. Конечно не следовало. Кумы с трудом мог поверить в такой рассказ. Однако он своими глазами видел жуткую женщину, а потому решил остаться со своим новым знакомым. Ведь он считал себя в каком-то роде ответственным за его жизнь. Ты с какого фига? Ты его просто спас. Опять? Ночью существо появилось вновь и опять принялось кормить Шира. Молодой человек с отвращением выплюнул содержимое своего рта кумы. Фу, какая мерзость. Кум оказался зрительный орган. Кумы побежали. Почему зрительный орган и не глаз? Бежал за стремительно уходящей женщиной. И у него как обычно зуба. Блин, не зубы, а какие-то эти гвозди. По выходе из больницы он почти догнал ее, но внезапно незнакомка превратилась в огромную птицу и улетела. Ну я же сказал, какая-то ворона как будто бы, потому что или ворона, или птица. Они же любят изо рта кормить своих птенцов. После этого она больше не появлялась. Шира же никак не мог прийти в себя. Его мучили кошмары. Он начал считать женщину демоном, которая решила, что он ее птенец, которого нужно кормить. Бедняга даже вспомнил, что будучи малышом, его оставили под деревом в парке, где он... Как будто бы кукушка, да, скинула своего кукушонка? Он пролежал почти неделю и не умер. Опять неделю пролежал, чел! Ты что-то любишь лежать, по-моему, на земле? Неделю, месяц хватит, а? Ты что? Может быть, тогда его тоже кормило то существо, способно обращаться в птицу. Через несколько дней в палату к Шира и Кумы пришли полицейские. В лаборатории были проведены тесты плоти и глаза. Оказалось, что они действительно принадлежат человеку, причем одному и тому же. Молодые люди пересказали все, что с ними произошло за эти дни, но полицейские восприняли услышанные довольно скептически. Спустя несколько... Ну а каким образом бы глаз тогда появился в этом... Как его зовут? В палате-то? Недель Шира окончательно поправился. Кумы проводил его до вокзала, откуда его друг отправился в Токио. Когда поезд уехал, Кумы заметил в воздухе... Птица за ним полетела. ...прыжающую огромную птицу. Она летела вслед за Шира. Хотя, возможно, ему все это причудилось. Очень в этом сомневаюсь. Спустя несколько лет на горе Фудзи были найдены останки Ширы Моригучи. Почему? Судя по слухам, в момент его обнаружения его тело поедала огромная черная птица. То она его кормила, теперь она его сожрала. Жесть. Всех смутила другая информация. Согласно лабораторным исследованиям, плоть, которой кормили Ширы несколько лет назад, принадлежала ему самому. То есть он поедал самого себя. Не понял, это как это охренеть? Рядом с телом бедняги нашли его дневник, в котором была расписана вся его жизнь до самой смерти. Мне что-то мурашки прям по коже побежали. Оказалось, что та женщина появилась вновь. Правда, в этот раз она не кормила его, а наоборот начала поедать. Она появлялась каждый день и откусывала понемногу мясо Шира. Офигеть. Спустя пару дней демон перенес несчастного парня на гору Фудзи и начал постепенно отъедать его плоть. В итоге от парня остался лишь обглоданный труп. Ну и жесть, конечно. Но только Дзюнзи мог придумать такую мерзость. Кума, прочитавший дневник, сделал вывод, что женщина путешествовала во времени. Она поедала немного плоти у Шира из будущего. А нафига? А в чем прикол? Какая разница, если ты его все равно потом грохнул? И возвращалась в прошлое, чтобы покормить раненого Шира. То есть у бедняги попросту не было возможности спастись. После этого Кума отправился в лес понаблюдать за птицами и развеяться. Сейчас увидит эту огромную птичку, да? В какой-то момент его внимание привлек шум на дереве. Подняв голову, он увидел ту самую женщину. О, у меня прям мурашки по гоже. Кума испугался, случайно оступился и упал. А, сломал ногу! Теперь, теперь она будет его так же кормить, да? Постоянно из будущего. Почти сразу же возле него появилась демонесса. Она что-то жевала, а после припала к губам Кумы, чтобы накормить его человеческой плотью. Ой, вот это мерзость. Это все на сегодня. Ой, у меня мурахи реально. Владые люди пересказали все, что с ними произошло за эти дни, но полицейские при... Что такое? Что случилось? Как будто бы тормознуло. Не понял. Так резко остановилось все. Короче, видос получился как обычно мега офигенным. Огромное спасибо Звездному Капитану за пересказ этого рассказа. Пересказ рассказа, прикольно. У меня прям мурашки по коже от этого отвращения. Реально какое-то отвращение. Я Дзюнзита уважаю. Он делает прям классные рассказы. Но они все такие мерзкие. Надо бы прочитать. Не знаю. Что-то Саити, вот когда Томик у нас вышел. Как-то не очень мне зашел. Но хочется дальше прочитать Дзюнзита. Надеюсь, там что-то будет прям интереснее. Не только мерзко, но еще вот интересные такие какие-нибудь произведения. Как-то, например, вот этот. Прям очень хорошая такая задумочка. Ну, если, друзья, вам понравилась моя реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока.